Приветствую вас. Я думаю, что глобально, и именно глобально, ситуация заключается в том, что мужчина боится близости, мужчина боится ответственности, мужчина боится несвободы, которых, по его мнению, следует за поддержанием серьезных отношений. Именно поэтому он боится и не хочет с вами сближаться. Со своей стороны вы, на мой взгляд, ведете себя таким образом, что поддерживаете его такого рода поведение и, в общем-то, отсутствием своей четкой позиции по данному вопросу, поддерживаете его такое крайнее, на мой взгляд, деструктивное поведение. И не только деструктивное, но и обесценивающее вас, потому что по факту мужчина вас сейчас использует. В этом смысле вы, к сожалению, правы. Может быть, он не использует вас для секса, как вы говорите, но он использует вас вообще, потому что в любой момент, если ему что-то не понравится, он может просто взять и уйти. То есть, в этом смысле, вот глобально ситуация выглядит так. Глобально ситуация выглядит так, что вот вы, ну, возможно, находитесь в некой любовной зависимости от него. Вот. Но есть некоторые нюансы в этой ситуации, и мне кажется, что нюансы здесь связаны с тем, что из вашего текста не ясно, насколько вы привязаны к мужчине, насколько вы свободны от него, насколько вы самостоятельны, насколько вы независимы. Если ваша независимость достаточно сильна от него, в таком случае предположение о любовной зависимости с вашей стороны было бы неверным. Вы, может быть, просто хотите и хотите с ним быть, не хотите, чтобы человек от вас входил, ну, вот так, потому что вы видите, что он вас любит, вы чувствуете, что вы его тоже любите, и как бы, ну, не хочется вам человека, в общем-то, терять. И вот этот момент нужно выделить, почему вам не хочется человека терять, то есть какие аспекты затрагиваются в этом смысле для вас. Вот. То есть вы не хотите его терять, потому что он вам что-то дает. Вот. Или вы не хотите его терять, потому что знаете, что он будет несчастлив. То есть здесь ваша ошибка в том числе заключается в том, что вы пытаетесь человека понять, но понять человека, другого человека, очень сложно, практически невозможно, потому что человек может сам не отдавать себе отчета, в том, почему он поступает вот таким или иным образом. потому что, наверное, прислушайте к себе, донести мужчине свои чувства, вот, именно, именно, вот, именно донести человеку свои чувства, вот, что очень мне кажется важным моментом. И после этого, после того, как ваши чувства вы донесете, до него, в общем-то, можно будет стараться стремиться придерживаться некой такой вот, все-таки, своей позиции, вот, которая, ну, которая у вас имеет место быть, вот, и именно у вас стараться, стараться этой повисции придерживать, вот, для, опять же, того, чтобы не ущемлять себя, именно, именно для того, чтобы не вредить себе, вот, мне видится вопрос что у мужчины не уверен в себе, он чем-то сомневается, он чего-то боится, это его право, и, в общем-то, что с этим можно поделать, да, вот, с этим ничего не поделать, то есть, человек сомневается в себе, ну, что ж, это, такая достаточно классическая история, вот, когда люди, вот, именно, ну, не знают, как себя вести, не знают, чего они вообще хотят, вот, и, опять же, вы не пишите, сколько лет, а вам, да, вы говорите, ну, вроде бы, вот, вы пишите, что, ну, мужчина намекает на то, что вы не подрослели, вот, но это очень расплывчато, на самом деле, по поводу, вот, поэтому, я думаю, нужно поисследовать этот момент, и, более, может быть, полно, изучить, изучить ваши отношения, к этой ситуации, вот, и, тогда, уже будет более понятно, куда вам двигаться, и, что делать, дальше, вот, сейчас вы, так вот, получается, что, ну, целиком, полностью, полностью, зависеть от, человека, вот, понимаете, какая штука, вот, такая история, на этом все, я надеюсь, что, это было для вас полезно, если, вам понравился мой ответ, буду благодарен, за, его оценку, в качестве, лучшего, я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, надеюсь, что ситуация разрешится, и вы можете выйти из нее максимально безболезненно для себя.